В Гуково объявился судебный пристав мечты. Ни денег, ни имущества он с должников не взыскивал, зато указывал в официальных бумагах, что долг уплачен, создавал видимость работы. Неизвестно, кто мог нажаловаться на такого хорошего человека, но сейчас он на скамье подсудимых. Здравствуйте, в студии Анна Туполева. Повестка дня на сегодня. Дружба двух Ростовов. Город взял шефство над субмариной. Для меня это честь, ответственность. Макароны и бутылки вместо снега. Ростовчане лепят снеговиков при любой погоде. Он красочный, как тортик и салфеток, красивый, большой. Хочется его съесть. На приеме у первых лиц полпредпрезидента выслушал обращение жителей Дона. Вас устраивает этот срок или нет? Устраивает, да. Подводная лодка, которая первой нанесла ракетный удар по боевикам в Сирии, теперь под шефством Ростова-на-Дону. Города, чье имя она носит со дня спуска на воду. Встреча экипажей руководства Донской столицы состоялась в Новороссийске на месте постоянного базирования судна. Стороны договорились, моряки будут участвовать в уроках мужества для ростовских школьников. Город же, в свою очередь, поможет с доставкой писем и подарков от родственников моряков. Сегодня показывают по всем каналам, что наш боевой корабль выполнил стрельбы потрясающие. Поверьте, пуск ракеты – это докторская диссертация, если взять разобраться. И показывают, пуск произведен с корабля, который называется «Ростов-на-Дону». Для меня это честь, ответственность. Подводная лодка «Ростов-на-Дону» была спущена на воду в июле 2014 года. Название субмарина получила благодаря помощи, которую донская столица оказывала Черноморскому флоту в 90-е годы прошлого века. А также боевому прошлому Ростова, который обороняли и освобождали в годы Великой Отечественной пять бригад морской пехоты. Водоснабжение в Зверево восстановлено и в новом году проблем с водой у жителей города больше не будет. Об этом сообщил замглавы областного министерства ЖКХ Андрей Майер. Напомним, 11 декабря на магистральном водопроводе произошла крупная авария. Отчаявшиеся горожане составили интернет-петицию на имя мэра Зверева и губернатора области. Уже несколько лет вода поступает в дома жителей по расписанию. В последний месяц ситуация стала просто критической. Министерстве опровергли слухи о том, что виной последних порывов стали аварии на новом водопроводе. Сейчас на объекте идут наладочные работы. Запуск планируется через две недели. Состоятельно-монтажные работы завершены в полном объеме. До конца года будут оплачены промывка, опрессовка, как я уже говорил, в настоящий момент в стадии завершения. Кроме этого, необходимо произвести врезку действующих абонентов. До конца года она будет завершена и население получит водоснабжение по новому водопроводу магистральному. Пока новую ветку испытывают, вода в Зверево поступает по старому водопроводу, изношенному на 90%. На нем-то и произошли порывы. На дворе середина декабря, но пышными сугробами зима пока не балует. Впрочем, юные жители Дона, они унывают и мастерят новогодние символы из подручных средств. Школьники со всех уголков региона привезли на конкурс в Ростов несколько сотен снеговиков. Символы зимы сделаны из макарон, пуговиц, бутылок и других самых неожиданных предметов. Мы обвязывали пенопластовые шары нитками, которыми вяжут, и там пуговицы всякие приклеивали. Над этим снеговиком азовчанка Даша Жукова вместе с мамой трудилась два дня. Уверяет, это совсем не трудно. Главное – желание и живое воображение. Рецепт снеговика девятилетней Ангелины Зинченко тоже не сложен. Нитки, мишура да игрушки. Немного фантазии и снеговик оживает. Уолвина глазки из пуговиц, нос трубочка, а пластиковый стакан служит шапкой. Технология проста. Мы его делали. Сначала надували шарик, обматывали его нитками, потом делали его клеем и лопали шарик, когда он высохнет. Я хочу сказать папе, что он мне помог сделать снеговика. Из-за отсутствия снега донские снеговики значительно видоизменились. В ход пошли бумага, дерево, металл, папье-маше. Все, что пришлось под руку. Вот этого новогоднего красавца вылепили из цветов. Ничем не хуже и его пластиковые собратья. На одного такого уходит около ста стаканчиков. Есть и пушистые, символы Нового года. Больше похожие на обитателей тайги. Снеговики из строительной пены. А поклонникам «Звездных войн» придется по душе снежный Дарт Вейдер. В общем, снеговики на любой цвет и вкус. Ну, он красочный, как тортик. И салфеток. Красивый, большой. Хочется его съесть. Съесть, оказалось, тоже было кого. Главной звездой выставки стал объемный 3D-торт. Параметры рекордного снеговика внушительны. Достигая двух метров высоты, весит более 100 килограммов. Не мудрено. На его изготовление ушло более 48 килограммов сахара, 28 килограммов муки, 250 яиц и 22 литра сливок. Над волшебным тортом кондитеры трудились неделю. Выдавать технические тонкости мастера не захотели, но рассказали, что самое трудное было придать ему объем и подвесить на крепеж. Технически сложно. У торта есть собственные характеристики, которые не позволяют его сделать сферическим. Ну и что вы? Пошлось выдумывать. Он объемный полностью, он парит в воздухе, он не стоит на земле. Вот такой 3D-торт. Он может поворачиваться. Съедобным снеговиком угостили всех гостей выставки. А самых креативных символов Нового года выберут 20 декабря. Ксения Николаева, Юрий Бабенко. На Дону. Человек задумал снеговика как собственное подобие. Слечайте. Снеговик – существо разнополое. Бывает ведь и снежная баба. У него есть лицо, кое-какая одежда, ведро и орудие труда метла. Существенное отличие. Снеговику не дано имя. Мы предлагаем несправедливость исправить, как только дождемся снега. Какое имя стоит дать этому символу зимы? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? Мне кажется, выживший при нашей теплой погоде нужно выжить ему, по крайней мере. Мы-то легко себя чувствуем. У нас же юг. Создание из снега. Олаф. Олаф. Ну, мультик был такой. Там этот Олаф, снеговик был. Помнишь? Ага. Да. Россия, конечно. Как еще? Снеговичка, Россия. Снеговик. Россиянин. Наверное, новогодний добряк, снежный добряк. Грязневик, а не снеговик. У нас нету снега. Чем сегодня занимались первые лица на Дону? Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов провел личный прием граждан. Было рассмотрено шесть обращений. Житель Мартыновского района пришел с просьбой о ремонте дороги в хуторе «Малая Мартыновка». В этом году выполнена проектно-смертная документация. Дорога на следующий год внутри поселкового автомобильная дорога включена в программу Ростовской области. Объем финансирования предусмотрено программой 8 миллионов 240 тысяч рублей. В следующем году мы до четвертого квартала закончим ремонт автомобильной дороги. Вас устраивает все? Все полностью устраивает, да? Устраивает. Если будет ремонт. Ну давайте, если год не по сону, приходите, будем заниматься. Будем обращаться. Хорошо. Положительно решился вопрос об улучшении жилищных условий вдовы ветерана войны из Таганрога. О переводе ребенка в детский сад в район по месту жительства в Ростове. О ремонте надгробия ветерана и о трудоустройстве через службу занятости. По просьбе жительницы Батайска в детской областной клинической больнице появится пятый реанимобиль. А губернатор Василий Голубев провел заседание антинаркотической комиссии. Говорили о профилактике наркомании среди подростков. По данным Минобразования на Дону сейчас в социально опасной ситуации находятся почти 3,5 тысячи несовершеннолетних. Сейчас в группе риска дети из полутора тысяч донских семей, докладывает губернатору министра образования. Их число растет. Только за пару месяцев в черный список попали три сотни фамилий. Глава региона требует усилить контроль за недобросовестными родителями не только со стороны органов опеки, но и муниципальных властей. В сельской территории таких семей в поселениях должно быть не менее, не более 10, да? То есть это подается не только счету, но элементарному учету и возможности какого-то элементарного контроля за тем, чем занимаются дети. Как они занимаются спортом, физкультурой, творчеством, какими-то другими занятиями. То есть на самом деле достаточно банальный счет, позволяющий в постоянном режиме в самых разных направлениях с этими семьями работать. Дурной пример родителей, как правило, и побуждает подростков пробовать наркотики. Таких детей ставят на учет комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас под присмотром наставников больше двух тысяч подростков. 140 из них наркозависимые. В отношении несовершеннолетних, состоящих на учете, разрабатывается индивидуальная комплексная программа реабилитации, утверждаемая на заседании комиссии. В этом году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выросло. Изменилась и структура. Структура по возрасту. От 14 до 18 лет 29. Человек в прошлом году было 20. От 18 до 29 лет 1142 человека. В прошлом году было 1000-006. Для профилактики наркомании решено создать во всех районах области специальные волонтерские группы. Добровольцы будут проводить беседы и лекции. А примером для них станет успешная работа антинаркотического молодежного отряда «Народные дружины Ростова». Мария Индрикова, Станислав Фоменко. На Дону. Тем временем, донские парламентарии продолжают подготовку к очередному заседанию законодательного собрания. 17 декабря им предстоит окончательно утвердить, какими будут расходы и доходы Донской казны в следующем году. Главный финансовый документ региона на этой неделе обсуждали на заседаниях профильных комитетов. Слушали, постановили. Ко второму чтению в проекте главного финансового документа на следующий год произойдут небольшие изменения. Планируется перераспределить 1 миллиард 718 миллионов рублей внутри бюджета. И дополнительно мы в пределах этого бюджета уменьшился резерв правительства порядка на 200 миллионов рублей для того, чтобы, опять же, закрыть все вопросы, которые необходимо решать в следующем году. Практически по всем социальным направлениям. Региональный материнский капитал, который сейчас составляет 118 тысяч рублей, пока индексировать не будут. Но попытаются в следующем году, если увеличится финансирование из федерального бюджета. Идут споры между индексом роста цен, который сегодня определил Минфин России и Минэкономразвитие 6,4%. На развитие сельского хозяйства области планируется выделить 1 миллиард 655 миллионов рублей. Это почти на 100 миллионов больше, чем было заложено в проекте закона о бюджете, принятом в первом чтении. Депутаты наши считают, что этой суммы достаточно для того, чтобы стартовать, если так можно сказать, в 2016 году всей нашей аграрной отрасли. И вы знаете, отрасль у нас все-таки аграрная, она занимает большой объем в отдельном весе всей экономики Ростовской области. В следующем году на поддержку Донского АПК ожидают и дополнительных поступлений из федеральной казны. Деньги будут направлены на выплату субсидий, дотации на производство животноводческой продукции и развитие инфраструктуры села. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, Юрий Санкин. На Дону. Донские единороссы избрали делегатов на съезд партии, который пройдет в Москве в начале февраля. В списке 12 фамилий. Это секретари первичных отделений партии, которые внесли значительный вклад в победу Единой России на выборах губернатора. Кроме того, партийцы обсудили послание президента. Руководитель регионального отделения Виктор Дерябкин отметил, что Ростовская область вносит свой вклад в достижение целей, поставленных Путиным. Так, на Дону прирост практически во всех сферах экономики. Эти темпы нужно сохранить и в 2016 году. Мы обязаны с вами поддержать добросовестных и конкурентоспособных предпринимателей, предприятия, всех фермеров. Президент об этом говорил. Мы можем посмотреть даже на развитие нашего малого бизнеса, как работает промышленность, сколько у нас еще административных барьеров на пути их развития. Визитной карточкой Ростовской области вполне может стать не только рыба и подсолнечное масло, но и вином, в том числе вино экстракласса. В этом уверены и донские производители благородного напитка. Перспективы развития отрасли обсудили на Совете Союза виноградарей и виноделов. Донской регион – один из ведущих в стране по производству благородного напитка. Площадь виноградников – почти 5000 гектаров. Доля местных производителей на рынке области – 16%, то есть каждая шестая бутылка. И, как показывает статистика, последних месяцев объемы продукции выросли почти в два раза. По мнению участников Совета, в условиях санкции у донских виноделов есть все шансы подвинуть на полках магазинов импортные вина. Но чтобы опередить европейцев, нужна поддержка государства. Власть области свою помощь в этом вопросе гарантирует. Уже разрабатывается специальный закон. Идет работа над созданием винного кластера. Вся эта работа проводится под эгидой правительства Ростовской области и сопровождается департаментом потребительского рынка для того, чтобы придать и активизировать эту работу в среде сельхозтоваропроизводителей, виноградарей, виноделов, таким образом объединяя интересы всех участников. Вместе с представителями власти участники Совета определили основные направления на 2016 год. Это совершенствование законодательства, техническое оснащение и развитие кластера «Долина Дона». Сегодня в числе его участников как опытные, так и совсем молодые производители. Корифеи отрасли, конкуренции на рынке только рады. Мы сейчас открываем дорогу и наше законодательство настоящим фермерам от виноградарства, которые из своего винограда предлагают натуральное вино. То есть здесь однозначно будет положительный эффект в плане повышения качества вин. И второй момент, что наполняя рынок суррогатами, упрощая этот порядок, на самом деле требования остаются достаточно жесткие. Сегодня на Дону работает 8 винодельческих предприятий, порядка 30 крестьянско-фермерских хозяйств, которые выращивают сырье, готовы получить лицензию на производство. Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко, на Дону. В Донской публичной библиотеке завершилось сказочное путешествие в страну кукол. Там подвели итоги 8-го фестиваля «Кукла Дона». Этнические, обрядовые, сценические, игровые, коллекционные, интерьерные. В этом году на конкурс было представлено почти три сотни работ. За Арина Черкешенко, Рузанна Кабардинка, Дагестанская Аварка, Неда, Понтийская Гречанка. Куклы словно выстраиваются в большой интернациональный хоровод. И не случайно, ведь на Дону проживают почти полторы сотни народов. Мы выражаем благодарность авторам, которые на этой площадке дали возможность многочисленной зрительской аудитории еще раз соприкоснуться с богатейшей культурой многонационального Донского края. Три сотни кукол, одна другой краши. Как одно большое сказочное творение рук мастеров со всех уголков региона. И опытных, и еще совсем юных. В этом году мероприятие принимает очень большое количество молодежи. И значит, что это мероприятие имеет будущее, и мы его будем, естественно, развивать. Куклы из глина, текстиля, пластика. Анатомически точные фигуры безукоризненно воспроизводят внешность человека, гротескных персонажей из мультфильмов, сказок или легенд. Выбирая победителей, жюри пришлось нелегко. Обладателем гран-при стала Светлана Деркач. Изготовлением кукол мастерица увлекается уже два десятка лет. К созданию каждой подходит основательно. Зависит от того, может быть, за месяц, может, за полгода сделать одну работу. В зависимости, как идет, насколько подобран материал исторический, насколько готовы какие-то материалы. Например, вот, чтобы сделать как арту у казаку, мы изучили очень много литературы, посмотрели, как она выглядит, сделали это в масштабе. Точно так же погоны, награды. Обладателем гран-при среди юных мастеров стала Софья Гурская. Она представила на конкурс сразу несколько уникальных кукол, посвященных народной тематике. Она представляет три работы. Первая – «Лейся песня на завале». Вторая – «Мы делали текстильные куклы». И третья – «Месте с девочкой делали». Конкурс «Кукла Дона» становится все популярнее. Число его участников, как и количество работ, растет из года в год. В планах правительства области, при поддержке которого проходит фестиваль, в 2016-м выйти за пределы региона. Ася Скрыникова, Евгения Слинкина, Станислав Фоменко, «Надону». Далее в выпуске сообщения с мест. Впервые в современной истории у казаков в Станице Верхней появилось свое помещение. Оно было выделено почти год назад. Ремонт сделали своими силами. Главным моментом торжественного открытия и отправной точкой благих начинаний станичников стал обряд освещения. Теперь здесь будут проводить совет атаманов и встречи окружного правления. Вот услышал от одного уважаемого человека фразу, сказал «хорошая хата». Предприниматели Новошахтинска встретились с донским бизнесом-будсменом Олегом Дерезой. Главной темой стали вопросы импортозамещения. Участники дискуссии говорили о том, как обеспечить население качественными и доступными по цене продуктами питания, лекарствами и товарами повседневного спроса. Крестьян, фермерские хозяйства волнуют отсутствие овощих хранилищ, где они сами признаются, что они могли бы увеличить выработку сельхозпродукции. Однако им негде хранить, и идет проблема с газом для отопления теплиц, где они тоже могли бы увеличить выпуск сельхозпродукции. Это конкретные предложения, конкретные проблемы. В Азове дом номер 139 по переулку Калантаевскому на грани разрушения просел фундамент, из-за этого у дома рушится потолок и течет крыша. С этой проблемой жильцы обратились к местным чиновникам, которые обещали посодействовать и перенести компремонт дома на 16-й или 18-й год. Мы не можем даже хотя бы сами, своими сенами, мы не можем отремонтировать подъезд. Мы живем прям, как, не знаю, в каких-то трущобах. И кто не заходит к нам, все думают, ну что ж за жители здесь такие живут. А почему вы не можете своими силами? А потому что нам сказали, что не трогайте пока ничего, ваш дом поставлен на капитальный ремонт в 16-м году. Однако, обратившись в областное министерство ЖКХ, жильцы получили другой ответ. Делать капремонт и укреплять просевший фундамент дома планируют только через 30 лет. Завтра Донская Лига КВН объявит имена лучших юмористов 2015 года. Команда, которая займет первое место, получит право участвовать в международном фестивале «Кевин-2016», который пройдет в январе в Сочи. А на сегодня это все новости. В студии была Анна Туполева. Увидимся на Дону. Одежда ведущим предоставлена магазином Манго.